Всем привет! Вы на канале Золотого Яблока и это рубрика, где мы, команда Золотого Яблока, рассказываем о новинках и новых брендах, которые у нас появились. А их, кстати, появляется очень много. Очень-очень много. Меня зовут Натали. Это Лиза. Обязательно смотри этот ролик до конца, потому что где-то, где-то непонятно где. В этом ролике мы спрятали промокод на дополнительную скидку 10% в нашем приложении на сайте. Не забывай также подписаться на наш канал, поставить колокольчик, палец вверх, написать комментарий. В общем-то, все. Можем начинать. Первый бренд, который мы посмотрим, это Сибирь Ботаник. Его фишка заключается в том, что компоненты этого бренда это дары природы Сибири, экологически чистые. И вообще, в целом, у бренда есть эко-сертификат. И лично у меня это всегда вызывает такое доверие, что не просто мы эко, а это как-то подтверждено. У бренда есть несколько линеек, и они, причем, борются с достаточно такими конкретными проблемами. То есть, например, средства от купероза и сосудистых звездочек для возрастных изменений, точнее, против них. Да, для проблемной кожи, какого-то из них был, да, синий. И с пептидами, по-моему. Да, средства, которые направлены на восстановление микробиома кожи, что бы это ни значило. Начну я, наверное, с энзимной пудры. Это, наверное, лучшая энзимная пудра, которую я пробовала, потому что в сравнении с аналогами... Вот это заявление! Действительно, она просто в сравнении с аналогами, которыми доводилось пробовать в своей жизни, она намного более деликатная. Такой очень мелкодисперсный пилинг. Ее, значит, насыпают в руку. Вот это много или хватит? Этого нормально. Нормально? Да, можно даже чуть поменьше. Капаю туда чуть-чуть водички, и получается такая кашица, которой ты потом отшелушиваешь лицо. Пенка обычно. Да. Ну, как бы, либо кашица, либо пенка. Это зависит от того, как ты ее... Сколько воды. Да, сколько воды. И обычно у энзимной пудры эти частички, не странно, что они реально супер-супер мелкие, подойдут даже для чувствительной кожи, они все равно чувствуются. А здесь я добавила воду, и типа, это просто стало как крем. Но при этом он отшелушивает. То есть я действительно почувствовала гладкость кожи. Я ее очень рекомендую. Я пробовала маску для лица кремовую. Она выравнивает цвет лица, уменьшает сосудистые звездочки и темные круги под глазами. Сосудистые звездочки это променяет? Нет. Может, ее на ноги намазать надо? Кстати. Ну, это немного расточительно будет, я считаю. Нет, ее наносят 3-4 раза в неделю, как вот здесь написано, на 10-15 минут. Но я держала больше. У нее очень натуральный аромат. Сначала... Прикольно, кстати. Ну, вот меня сначала немного смутило. Но когда я начала наносить, мне показалось прям хорошо. Она достаточно такая маслянистая, она питающая очень. И когда ты ее смываешь, у тебя кожа такая, знаешь, мягкая и гладкая, что я подумала, вот это да. Вообще, я очень сильно люблю именно формат кремовых масок. Мне не нравятся тканевые, потому что мне некомфортно в них находиться. Ну, типа, ты там наклонился, у тебя отклеилось. Чтобы мог подумать. Вот, еще что-то. Плюс, по анатомии лица, у меня тканевая маска заканчивается нос вот здесь примерно. А здесь ты вот можешь нанести на шею, на декольте, везде, куда тебе... На ноги, как я уже сказала. Да блин, Лиза! В общем, я рекомендую эту маску, мне понравилось прямо. А ты, кстати, опасалась, что тут есть масло ши, что может закупорить поры. А это вот только в продолжительном, так скажем. Я забыла, как называется, когда в долгом периоде смотрят на одну вещь. Но ее надо наносить тонким слоем, то есть вот этого на пол лица бы хватило. А, ой! Я тоже расскажу про маску, которую я тестировала. Это маска с пептидами, она направлена на восстановление микробиома кожи. Она очень приятная по текстуре, она оптимальна во плотности. Ее также нужно наносить на 15-20 минут, но я как бы почитаю более короткое время экспозиции, потому что... Экспозиция! Экспозиция, да! Потому что она начинает немножко подсыхать и уже не так комфортно, но если вот ты ее вот поносишь минут 10-15 и потом смываешь, чувствуется очень, что кожа очень увлажнена. Вот. И, в принципе, маска достаточно неплохая. Она менее плотная, чем та маска, которую ты пробовала. Она такая, знаешь, вот, все, хорошенькая. Самый раз. Я такие очень люблю. То есть она такая по текстуре, как плотный крем. Да. Тут, кстати, вот еще миндальное масло в составе. Пахнет тоже так, ненавязчиво. То есть она немножко так еще подуспокаивает. Мне очень зашла. Еще один продукт, который я пробовала, это сыворотка для кожи вокруг глаз. Также еще можно губы использовать. У нее очень удобный формат. Она в формате такого роллера. Которая, кстати, еще дополнительно вот эта вот железяка, она такой немножко охлаждающий эффект дает. То есть просто каких-то отеков. Приятно. То есть очень удобно. Можно куда-то с собой взять. Справляется, в принципе, со своими какими-то функциями. Неплохо увлажняет. Это тоже, кстати, из омолаживающей линейки. Мне, наверное, все-таки немножко рановато таким пользоваться. Но, в принципе, почему бы и нет. Ну, вообще, мне нравятся средства с роликами. Да. Прям очень приочень. Это прям процесс. Приятно. Потом можно и дальше так вот прихлапывающими движениями остаточки все вбить. Да, да. И все. Давай еще расскажем про продукты, до которых мы не добрались. Давай, ну я думаю, что мы точно доберемся. Средство, которое заменяет тоник в вашем привычном уходе многоступенчатом. Он из той же линейки, вот как ты пробовала маску от купероза с участием звездочек. Кстати, на макияж тоже можно наносить мистер в течение дня. Да, и ты так немного освежился и как будто переродился. Да, давай мне, я тоже буду угостить. Кстати, одинаковая душка, как и у маски. Вот я люблю такое единство, когда у тебя есть какая-то задача, что-то сделать. Ты раз-раз-раз средства подобрал. Стимулирует регенерацию, снимает раздражение, препятствует появлению купероза, увлажняет кожу, улучшает кислородный и водно-солевой обмен. Ну, это ли не чудо? Наносить просто изи. И еще одно средство из этой линейки, на самом деле их больше, чем у нас здесь представлено на столе, это сыворотка. Я сейчас посмотрела, что там есть пантенол, центелла азиатская. О, она же вообще просто раз чудесная. Вообще, насколько я знаю, купероз часто появляется из-за того, что кожа раздражается, там сосуды начинают что-то там буянить. Короче, это когда близко расположены сосуды, и на это влияет наследственность, типа, там, горячие-холодные перепады, и их становится... Короче, ну, чтительная кожа, она же, по сути, более подвержена куперозу, вот, соответственно, какие-то успокаивающие компоненты, они, по сути, его либо профилактика, либо как уже... Какая приятненькая. А, прям такая легонькая, гелевая, прям... Еще одна линейка, про которую мы пока что не говорили, это линейка, которая направлена против. Несовершенность кожи, проблем воспалений, она синего цвета. Это крем? Это крем, да. А, ну, смотрим, какой. Выжеватый то, что или то, что плотный? Ну, такой он сам, в принципе, по себе матовый, знаешь, какие крема бывают такие, глянцевые. Ну, за счет того, что он матирует, действительно, скорее всего, будет меньше видно поры, если есть такая у вас, такой запрос на вскрытие пор. Серый цинк, вот это как раз-таки помогает бороться с... Поделениями лишними, с себмом. Настал тот самый момент, когда пришел к нам промокод на дополнительную скидку 10% в нашем приложении на сайте. Успеваем воспользоваться, потому что действует он ограниченное время. Отверждаю. Отверждаешь? Проверила? Да. Работает? Угу. Ну, все. Все. Давай. Двигаемся к какому-то просто супер научному, хай-тек, технологичному корейскому бренду. Он называется Evercell. Что про него можно сказать? Что это просто на грани каких-то... На грани фантастики. Да, это что-то космос. И это должно бороться с возрастными изменениями кожи. Да, говоря очень обобщенно, это косметика, которая работает там на каком-то суперклеточном уровне. Там есть какая-то придуманная ими молекула, давай ее так назовем. Которая проникает глубже, чем обычно. И за счет того, что она попала глубже, она работает лучше. Но тебе еще рано проверить. Но у меня был шанс попробовать, несмотря на то, что эти средства не совсем для моей кожи. То есть вообще я читала рекомендации. Производители советуют их использовать людям, которым за 30. Я попробовала вот этот крем. Это крем восстанавливающий. Я его наносила на ночь. И на утро я проснулась 15-летней. Лиза, ты не обещай Лизам такого. Нет, действительно, очень сильно разгладилась кожа. Очень легкая текстура у крема. Вау. Короче, это не то средство, на которое мне сейчас стоит подсаживаться. Но я просто буду иметь в виду на будущее. Вообще корейская косметика, я это слышала от других и сама тоже не раз замечала. Она славится своим каким-то мгновенным результатом. Здесь примерно такая же история. Вот, то есть как бы результат сразу появляется, и ты его потом просто поддерживаешь. Ну давай я тебе покажу, чем пользовалась я. У тебя там вообще какая-то суперостерка. Это абсолют люкс называется. Тоже крем. Смотри, что забавного в нем есть. Не забавного, что интересно. То, что если здесь очень легкая и невесомая текстура, то тут она максимально плотная. Вот попробуй возьми. Ты обалдеешь. Ой. Получается такой розовый оттенок. И пахнет он тоже розой. Для меня на данный момент он больше как ночная маска. Очень плотный, очень питающий. И после него просто ты такой... Ну, я даже не знаю, с чем это сравнить. Кожа очень гладкая, очень напитанная. Она кажется более эластичной за счет этого. И прям вот для сухой кожи моей прям... Давай еще быстро посмотрим оставшиеся продукты. Вот это вот вообще, я думала, что такое-то печенье. Но это концентрат. Да, это клеточный восстанавливающий концентрат. А, это вот смотрите, что. Ого! Это конфетки, а не печенье. Смешать с двумя-тремя нажатиями клеточной сыворотки активатора Абсолют Люкс с одной жемчужиной клеточного концентрата. Это вот она. Подождать, пока жемчужина полностью растворится полминутки. Получившуюся эмульсию нанести на очищенную кожу, на лицо, шею и зону декольте. Так, ну получилась вот такая эмульсия. Она, в принципе, не отличается ничем от обычной сыворотки. Просто мы, я так понимаю, ее обогатили. Так, куда намазать уже? На локоть. Лиз, ты не боишься, что у тебя завтра локоть младенца будет? Честно, я вижу такое впервые. Я пока немножко удивлена. Кстати, еще прикольно то, что это курс, и у тебя тут точно все задозировано. То есть, как бы ты знаешь, что тебе это нужно, там, больше за 14 дней. Вот. И ты там не меряешь, там, капли сыворотки, условно говоря. Вот, типа, все это придумано. Я тут остаточки смотрю. Итак, сегодня мы построили два новых наших бренда. Сибирботаники и Эверцелл. Если вас они заинтересовали, обязательно заходите на наш сайт или в приложение, где вы можете познакомиться с ними поближе. А еще не забывайте подписываться на все наши соцсети, где мы делимся классными новинками, новостями, анонсами и всякими прикольными штучками. В общем, там очень интересно и классно. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк этому видео, и увидимся в следующем выпуске. Пока! Наташа просто подписывается под каждым словом. Наташа хотела сказать, что Наташа настоятельно рекомендует еще в нашем приложении заходить в раздел новинки. Да, да, кстати. Там все самое свеженькое, интересненькое. Я только оттуда и заказываю. Хорошее дополнение. Наташа у нас экспериментатор. Наташа, да, экспериментатор. Ну все, на этом все. Пока-пока! Пока-пока!